В глубины сознания Вы готовы пройти через зеркало? Конечно Ладно, я пошла Vamos, идите к свету Не говорите так, звучит жутко напыщенно Вы просто... просто скажите, что там будет? Это первый шаг самого долгого путешествия в вашей жизни Но не бойтесь, я буду ждать вас здесь Нет, я точно спятила Да, на такое нелегко решиться Пойдем О, я чуть не забыл Когда захотите вернуться, найдите моего друга Его зовут Брайан Вестхаус Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Поэкондиоз, дитя И дохранит тебя баланс Кортес? Кортес! Не нравится мне это все Стоп, про кого там Кортес гнал? Брайан Вестхаус? Да, вроде так Кортес велел мне найти его, если я захочу домой Так что сейчас самое время Попали так попали Ты только переместилась, Айприл, а уже хочешь домой? Погоди, нам еще нужно осмотреть земли, куда мы попали Прикольно, довольно занятное местечко Масляные лампы или их магические аналоги Огромные сатиновые шторы Двери закрыты Очень мило Это какой-то священник Поговорим Здрасте Здравствуйте Здравствуйте Эмилия Туэва? Ничего не понимаю Аккустар Кайем Парас Иену Малеттэ Кондра Тон Морис Оретхие Сетон Вы кто? Кенесанк Морис Ортан Мажекэан Пасе Итон Сэре Альвока Имирмаз Туэйтхим Где я? Санкэстуэ Тонан Тукээн Эльвочэ Эмажекамэээн Тон Анасанс Где Кортэс? Туто некэн Тукэн вернэлялан фататимту вермэлээн Тон Господи Где я? Тон кэн эссанк Аку туфата? Сэкуандарэ кэн асталэ Тон? Аку кандээ хорошо Ниранто на альвочэ Санкалкода магия Тарансе шале Навэн все язык Альортеэ Начинаешь Парасаментине и ты У тебя Тиеса И магия Эсара И знания Аэртиуа И туэ в поколении Уэмани Знания все языка Теперь вы Впустили магию В свое сердце И пробудилось знание все языка На котором здесь говорят все Я? Я вас понимаю Так вы по нашему говорите Отчего бред какой-то несли Нет, дитя мое Я не говорю по вашему Я говорю на Навэн На все языки Языки Аркадии Аркадии? Минуточку Как я сюда попала? Что это за место? И вы вообще кто такой? Ох, я совсем забыл о манерах Боюсь, мое длительное изучение древних текстов И общение с такими же отцами, как и я Вытеснило из памяти все знания об этикете Да, уж Мне снова повезло Меня зовут, милое дитя Тобиас Грэнсред Я Веструн Часовых Ордена Баланса Мы еще зовемся Отцами Ясно Я Эйприл Эйприл Райан Как я понимаю Это ваше первое перемещение между мирами Не знаю, о чем вы Но такое со мной точно впервые Тогда я все объясню Кто-то должен это сделать Вы здесь одна? Без наставника? Наставник? Мне помогал один Кортес зовут Он рассказал мне про магию, сны и порталы С ума сойти Все это казалось таким бредом Но теперь Теперь уже нет Кортес Ах, да, Кортес Очень-очень хорошо Тогда пойдемте Позвольте показать вам Меркурию Величайший город всех времен Позвольте показать вам Меркурию Исследуйте Меркурию и Эйприл Осматривайтесь Знакомьтесь Знакомьтесь с людьми А потом Возвращайтесь сюда И я отвечу На все ваши вопросы Давайте сразу Без разглядывания этих улиц Поговорим снова с Веструмом Тубиасом Пусть он нам все расскажет Все-все-все, что он хотел рассказать А потом мы уже отправимся в город И начнем осматриваться Я в Аркадии Интересно, тут все еще суббота? Тут у них вообще бывают субботы? Интересно, почему я не верещу? Не бьюсь в истерике и не рву на себе волосы? Случай-то как раз подходящий Когда ты видишь то, чего в принципе быть не может Разве людям не полагается сходить с ума? Может я так спокойно, потому что насмотрелась всяких снов и... Да, похоже, слово «сны» здесь не подходит Скорее уж видение Или даже предчувствие Они полностью соответствуют тому, что я вижу в этом месте Магию О да, магия Придется мне согласиться с тем, что она существует Хотя это и невозможно Но, видимо, не так уж и невозможно Потому что здесь магия есть Знать бы еще, где оно это здесь Я там дальше еще написала И несмотря на все эти странности Я себя чувствую нормально По какой-то необъяснимой причине Пусть она и не укладывается у меня в голове Мне нравится это место Оно кажется мне знакомым Словно я когда-то была здесь Или слышала о нем Да, мне очень хочется домой И немедленно, но я не паникую Не следа паники Ну, разве что совсем чуть-чуть Ой, да Надо записать имя, пока не забыла Брайан Вестхаус Кортес сказал, чтобы я нашла его, когда захочу отправиться домой А теперь нас ждет очень долгая история Извините, Веструм Тобиас Тобиас Зовите меня просто Тобиас Вы особенный гость Давайте без церемоний Вам понравился город? Я не знаю У меня в голове такая каша Ходишь там и собственными глазами Видишь то, чего быть не может Я все думала, что мне это снится Что я сейчас проснусь И все будет нормально Но потом поняла, что здесь все настоящее Я могу все потрогать и понюхать И знаете что? Это нереально Здесь абсолютно все нереально Магия, странные существа Параллельные миры Я в это все не верю Я не верю в сказки В вашем мире, Старке Нет места магии Так было всегда Это проклятие науки Слабое место логики и порядка Они не оставляют места воображения Если что-то не укладывается В узкие рамки природы В которую верит ваш мир Значит этого нет Но слабые стороны есть и у магии Она непредсказуема Она несет хаос Она подвергает баланс Такой опасности Какая и не снилась науке Все только и говорят Про баланс Про Старка и Аркадию И... Может я какая-то не такая Но я ничего не понимаю Я не знаю, что это за место Почему я здесь И я знаю только то, что Странные вещи творятся В моем мире Мне снились сны Очень реалистичные сны А потом они стали продолжаться И наяву Начало происходить то, чего Просто не может быть Думаю, нужно начать сначала Мне кажется, что вас послали сюда Чтоб вы все узнали, решили и поняли Ведь вы сами говорите Что не верите в это место Но поверите Когда узнаете правду Вы поверите Пойдемте со мной И я расскажу вам такую историю Какой вы не найдете ни в одной книге И когда вы откроете глаза и уши правде Кто знает Может за ними последует и разум Идемте Это истинная история баланса Записанная часовыми Из ордена баланса Часовые минструмы Сохранили эту историю В манускриптах И на стенах храма Чтобы грядущие поколения Могли лучше понять свое прошлое и будущее Это фрески баланса По ним я восстановлю для вас ход нашей общей истории Эйприл Райер История начинается и заканчивается здесь На этой фреске Много лет назад Земля была единой Наука и магия Существовали вместе И служили людям Во всем был баланс И гармония Во всем был баланс И гармония То есть тогда был только один мир Да Баланс между магией и наукой И между всеми существами на Земле Мы были способны двигать звезды И создавать жизнь Но потом человечество Начало использовать свою двойную власть Ради своих интересов Космический баланс Был в опасности Нужно было что-то предпринять Люди должны были понять И ужаснуться своей власти над космосом Иначе все поглотил бы хаос И это случалось раньше В далекие времена В далеких мирах И это могло случиться снова Все мужчины, женщины, дети Все народы Погибли бы в грядущем апокалипсисе Тогда к нам пришла помощь Трактины, жившие среди нас Многие поколения, поднялись И предложили помочь нам Сохранить баланс в нашем мире А я слышала про каких-то драйкинов Драйккины, дракены, драконы Как бы их ни называли Они остаются вечными хранителями И слугами баланса На земле их было четверо И один из четырех основал орден часовых Минструмам было приказано Разделить науку и магию Прежде чем баланс падет И разразится ужасная катастрофа Землю надлежало разделить На две равные части Аркадия и Старк Магия и наука Хаос и порядок Первых часовых было тринадцать Шесть ученых, шесть магов И один между ними Драйккин Наш наставник, наш предводитель Чтобы создать два мира из одного Применили и науку, и магию Интересно, а это не могло навредить балансу? Да, и именно поэтому Была построена башня Где можно было собрать все силы И сконцентрировать их на разделе Кины принесли с собой диск Выкованный в огне их мира Они поместили его в основание башни И диск стал эпицентром раздела В назначенный час тринадцать Пришли в башню И с ними женщина Чья судьба была предопределена Она должна была стать первым стражем Хранителем баланса Который должен был остаться в башне На тысячу лет Наблюдая за двумя мирами И равными потоками науки и магии И вот процесс начался Баланс должен был разделить один мир на два И жители одного мира могли видеть другой Лишь во сне Кому в какой мир отправляться Решали сами люди И выбор этот был Не из легких Для магических существ Все было просто Они отправились в Аркадию Ибо в Старке бы не выжили Но остальные Разорванные семьи Разлученные любовники Потерянные друзья Окруженные двенадцатью и одним И той Кто должна была стать стражем Диск начал вращаться Все быстрее и быстрее Текущая через него сила Все росла и росла А потом Вспышка Тьма накрыла башню Но диск светился Все ярче и ярче Реальность повернулась В один миг Возникла новая реальность И родились два новых мира Первый диск исчез А на его месте лежал Другой диск Поменьше Похожий на оригинал Но все же не такой Вокруг башни Весь мир изменился Теперь они были между Старком и Аркадий Между реальностью и сном Это был чертог баланса и стража И ей предстояло провести там Целую тысячу лет Один из кинов поднял диск И сказал Это замена первого диска Который превратился в этот чертог Ключ от чертога Разделен на четыре части Ключ Это диск А диск Это чертог Двенадцать часовых удивились А кин продолжал Знаете же Что чертог стража Нельзя разрушить Пока цел этот диск И нельзя восстановить его Пока диск не будет восстановлен Четыре части ключа Будут отданы Шестерым из вас Чтобы вы хранили их В Аркадии Но ключ не будет работать Продолжал дракон Без драгоценных камней Украшающих каждый кусок Я возьму один А остальные кины Еще три Если придет день Когда нужно будет восстановить это место И объединить миры Вы соберете диск И кины Соберутся вместе В последний раз И тогда шестеро из тринадцати Отправились в Аркадию Шестеро в Старк А та, кому предстояло Стать стражем Взошла на трон Своими новыми глазами Она увидела дисбаланс Между мирами Так ясно Как сами звезды И силой одной мысли Она направила в диск Хаос из Аркадии И порядок из Старка И перераспределила его силу Как было нужно Так Началась новая эра Эра Страж Покинув башню Два дракина Отправились в Старк А еще два В Аркадию Шестеро, которые Сопровождали кинов Основали в каждом мире Орден баланса Но если в Аркадии Часовые процветали То в Старке нет В Старке Воспоминания о магии И балансе Не могли выжить В условиях Новой реальности И скоро Аркадия Превратилась В легенду В миф В волшебные сказки Которые Рассказывают Детям И хотя Спящие в Старке Все еще Видели во сне Аркадию Эти видения Считали всего лишь С нами Получается Мы забыли О своем прошлом Об Аркадии И о том Как все было И все пошло не так Но почему магия Из Аркадии Начала просачиваться В Старк Это Еще одна Долгая история Но я вижу Что вы уже устали Поэтому буду краток Как я говорил Пока в Аркадии Ряды часовых Пополнялись В Старке Просуществовав Некоторое время Орден часовых Уменьшился И обессилел Некоторые Часовые В Старке Были этим Недовольны И стали Поносить Политику И учения Аркадианских Часовых Часовые Старка Хотели Чтобы люди Стремились К объединению Миров А в Аркадии Нет Скоро Случилось Неизбежное И Часовые Старка Отделились От своих Аркадианских Собратьев И назвали Себя Авангардом Поначалу Их философия Не сильно Отличалась От нашей Но Со временем Она круто Изменилась Авангард Хотел Уничтожить Барьер Между мирами И вернуться В славную Эру Когда человечество Могло Управлять Космосом Но Сначала Им нужен Был их Собственный Слуга Баланс Их Собственный Страж Раз В тысячелетия Старого Стража Сменял Новый Потому что Никто Не может Прожить Без своей Души Более Тысячи Лет Каждую Тысячу Лет Рождался Новый Страж Баланс Баланс Следил За Семечком Из которого Проростал Плод Но Теперь Прошло Уже Более Двух Сотен Лет С тех Пор Как Стража Баланса Но Теперь Прошло Уже Более Двух Сотен Лет С тех Пор Как Стража Баланса Следовало Сменить авангард похищал каждого ребенка рожденного для баланса и изучал его чтобы подчинить себе но каждый раз до этого времени они терпели неудачу но двенадцатый страж не мог более ждать совсем недавно диск в башне разбился и страж покинул свой трон баланс остался без хранителя а новый страж так и не найден если мы не найдем его у авангарда появится шанс и они все еще могут посадить на трон свою марионетку чтобы управлять балансом согласно своим принципам нельзя этого допустить это будет означать рассвет эры хаоса теперь понимаете более или менее но мне все таки непонятно зачем я здесь и чего картес от меня хочет баланс в опасности и при страж покинул свою башню исчез и некому занять его место он должен вернуться и хранить баланс пока не будет найден новый страж а я-то тут причем я тут вообще вода на киселе мне только кошмары снятся у вас талант к перемещениям как это вы умеете открывать порталы между старком и аркадии и перемещаться между мирами вы шутки тут шутите это картес открыл мне портал просто помахал руками в воздухе а я в жизни такой портал не открою хоть с волшебной палочкой хоть чем только особый дар позволяет людям перемещаться между мирами этому никто не научит картес лишь направил вашу силу чтобы помочь вам ведь сам он не смог пройти в портал даже если и так я не контролирую этот талант пока нет но со временем вы сумеете иначе как вы попадете обратно в обли я ведь об этом даже не подумала выше мне поможете боюсь что нет даже умея перемещаться я бы не смог направить вашу силу как кортес а кто еще сможет я постараюсь как можно полнее ответить на все ваши вопросы но перемещаться вы должны сами вот уж радость хорошо что я смог вас порадовать а теперь если вы не возражаете я вернусь к своим изысканиям спасибо что вы слушали мои стариковские истории да это вам спасибо теперь я хоть что-то понимаю что шрат если возникнут вопросы непременно обращайтесь что мы собственно прямо сейчас и сделаем на очень длинная история слишком длинная извините вам знакомник то брайан вестхаус вестхаус этот старый осел увы да а что вам от него нужно надо его найти я не знаю где он живет говорят что где-то на окраине города у моря но большего я вам сказать не могу а кто может знать о вестхаусе где он живет решительно не понимаю зачем он вам он грубый и культурный и надменный кортес велел мне найти его ну я не знаю где он живет или бывает но это могут знать на рынке он там с кем-то торгует и похоже собирает карты северных земель напомните где можно узнать про вестхауса продавец карт на рынке может знать но должен предупредить вас под этим именем вестхауса практически никто не знает в городе его называют человеком на колесах из-за его странной двухколесной повозки я не видел конструкции ужаснее и опаснее велосипед что ли может быть ужасно гротескная машина но впрочем как и ее хозяин что вы знаете о кортесе о вашем наставнике а что он сам о себе рассказывал немного можно сказать вообще ничего человек загадка чтобы узнать что-то о человеке лучше всего говорить с но кто он он лишь тот кто он есть если он не сказал вам этого то наверное не хочет чтобы вы знали было бы не тактичным разглашать его секреты вы с ним два сапога пара только без обид ладно понимаю вас когда снова увидите его скажите ему то же самое может тогда он расскажет вам правду а может и нет ему решать напомнить у продавца карт возле храма спросите его о человеке на колесах хорошо можно поспрашивать вас об аркаде постараюсь ответить на все ваши вопросы и вы знаете историю аркадий она очень обширна не знаю с чего и начать больше всего я могу рассказать вам об отцах балансе и прыгучих грязнухах каких грязнухах прыгучих моя тайная страсть я их изучаю это удивительные существа ну просто потрясающие но вынужден признать что я не очень подкован в истории вы меня удивляете что за город меркурия я прожил здесь всю жизнь но этот город не перестает по-прежнему удивлять меня многие называют меркурию северной жемчужиной и они правы но скорее это не ограненный алмаз такой большой город не может быть идеальным здесь всегда есть тень и люди которые в них прячутся сейчас тени стали больше и темнее будущее страшит меня но меркурия все так же прекрасно что еще скажете о меркурии меркурия столица айреда объединенной страны мы находимся на южном побережье северной земель между тиреном и карасан некоторые сказали бы между сциллой и харитой или между молотом и наковальней но уже тысячи лет здесь царят мир и демократия хотя отношения с тиренами всегда были натянутыми расскажите про айред айред означает объединение и собрание и многие до сих пор называют его объединенной страной хотя последние северные земли присоединились к нему полвека назад айред тянется от равнин недрах на севере до великого моря на юге от территории тиренов на западе до дремучих лесов на востоке он населен людьми долмари тиренами и другими расами говорят что в древнем кругу ривервуда живет даже племя венаров хотя лично я считаю это сказка а что за северные земли северные земли собирательное название для земель к северу от великого моря и к югу от приграничных гор включая айред тирен карасан но раньше северные земли означали весь континент включая земли к северу от гор и ледяные воды за ними некоторые и сейчас предпочитают это значение но для жителей южных земель север это все что севернее великого моря спасибо за науку рад быть вам полезно можно мне еще кое-что спросить да конечно спасибо рад быть как бы мне попасть обратно в старк только через портал вы умеете открывать их эйприл и у вас талант к перемещениям между мирами талант может и есть только он тщательно скрывается хотел бы я вам помочь да не могу кроме вас никто не найдет способ увидимся позже правда ну раз вы так говорите то так оно и будет как же с ним долго говорить что за записи мне никита сделала эйприл только что вестерум тобиас рассказал мне историю баланса так что я решила поскорее все записать пока еще хоть что-то помню очень загадочная история я перестала что-либо понимать когда тобиас рассказывал про двенадцать и одного дальше уже ничего не помню но общий смысл я все же ухватила есть значит два мира старк мир науки это место я называю землей и аркадия мир магии это место аборигены тоже называют землей и того стало быть две земли но это еще фигня дальше будет хуже давным давно земля была только одна и на ней мирно уживались наука и магия но людям как всегда спокойно не жилось поэтому они стали все портить с помощью науки и магии они получили огромную силу научились даже двигать звезды в общем стали кем-то вроде богов но кроме людей была еще раса пришельцев драйкин пришельцы испугались что люди уничтожат свой собственный мир и решили вмешаться во избежание один из этих кинов основал религиозное течение под названием часовые или отцы которые принялись строго следить за балансом науки и магии часовые быстренько разделили одну землю на две на старкой аркадию мир науки и мир магии также они велели некой женщине следить за балансом между двумя мирами страж баланса живет в башне между мирами и назначается на срок в тысячу лет ну так вот люди несколько тысяч лет прожили счастливо но потом все пошло наперекосяк часовые переругались священники старка решили больше не дружить со священниками из аркадии и основали новый культ авангард авангард хочет вновь объединить два мира а для этого им нужно подчинить стража или стражницу вот уже 500 лет они уничтожают потенциальных стражей проводя над ними какие-то эксперименты блин у меня уже руку сводит и как это я столько всего запомнила в общем стражница баланса все надоело она сбежала из башни и баланс теперь в опасности хаос может навредить как старку так и аркадии напоминает мне мой эээ сон нет это слово тут явно не подходит там этот хаос пытался напасть на меня такое может произойти если кто-то не спасет баланс вот так вот не меньше и почему-то мне кажется что этим кем-то буду я потому что я очень сильный преобразователь нужно будет найти стража загнать его пиками назад в башню чтобы он там восстановил баланс а потом еще заскочить к людям из авангарда и объяснить им что они не правы и что так делать нельзя подумаешь фигня какая да я с этим до завтрака управлюсь лихо то уже все спланировала ну теперь уже можно отправиться в город и хорошенько там осмотреться весь фонтан вырезан из цельного куска камня вроде гранита классная работа это еще что за животное извини эйприл но мне отсюда не видно не могу сказать а рынок то какой маленький вот так развлекается народ в мире без телевизора какая жалкая птица ты на себя в зеркало давно смотрела цыпочка ой я не знала что ты говорящий а ты даже говорить умеешь интересно это чей то портрет или просто какая то голова какая то игра очень неприятный торговец интересно что он продает лапшу на ушах хочешь по щекотать удачу сыграем в наперстки можно выиграть приз можно задать вам пару вопросов время деньги так что давай быстрее что вы знаете о вестроме тобиасе вестром тобиас говоришь но это первосвященник часовых слыхала они называют себя отцами шутники вот когда они в последний раз что нибудь делали для простых людей а им на нас плевать они лучше будут носиться с бессмысленными обычаями и секретами вот я все больше слушаю людей из авангарда они дело говорят да они круто забирают не спорю но такие перемены нам и нужны если бы еще они не якшались с тиренами это подлый и опасный народ хотя авангард похоже полностью их контролирует так что я не беспокоюсь в город их все равно не пустят как вы уживаетесь с вашим соседом с продавцом карт мы работаем бок о бок шесть лет и за все это время он открывал свой рот только чтобы отрыгнуть ругательство задирает нос зовет меня шарлатаном он сам из часовых эй ты жирный мешок сала скажите вы слышали о старке ну что то слышал только не верю я о нем болтают и пишут в книгах я сам не читаю но другие читают это место где совсем нет магии одна наука так говорят прямо таки райский уголок так его с моими способностями я жил бы там припеваючи такой вопрос аркадия какая она но ты и спросишь мир какой он большой и очень дорогой а женщинам долмари надо запретить играть потому что клянусь они видят сквозь чашки с вами все ясно спасибо может сыграем в наперстки а что за призы ну во первых выигрываешь двойную ставку и можешь выбрать один из экзотических призов например раритетную вазу народа долмари с кеэна прекрасный макет горы тальбрус из чистейшего железа волшебный орех из некогда прекрасного островного королевства ансиэл affen и вот эту ээээ? уникальную птицу выпустите меня а ну заткни свой клюв грязный кусок он говорящий дети будут очень рады такой игрушки. Это мой самый лучший приз. Я его берегу. Что там за призы вы называли? Старинную вазу народа Далмарис Кена, железный макет горы Тальбрус, волшебный орех из Энсиэля и эту уникальную говорящую птицу. И как играть? Кладешь на столик монету, я накрываю ее чашкой и перемешиваю три чашки. Тебе потом нужно угадать, под какой из них твоя монета. И запомни, я не использую магию и никому не позволяю. Если ты вздумаешь колдовать, вот этот амулет засветится и я выгоню тебя с позором. Ладно, давайте. Клади свою ставку на стол и начнем. Ну, давай попробуем. Золото. Я принимаю только аркадианские монеты из чистого железа или других металлов. Своё жалкое золото оставь себе. Золото? Жалкое? Похоже, я здорово отстала от жизни. Это точно. Но денег у нас нет пока. Не желаешь ли сыграть в напёрстки? Благодарю, покорно. Как хочешь, но так ты никогда ничего не выиграешь. Не желаешь... Извините, денег нет. Пусть баланс пошлёт тебе монетку, милая леди, чтобы ты могла спустить... вложить её в игру в напёрстки. Сам признался. Интуиция подсказывает мне... Карты! Что он торгует картами. А то я смотрю ясновидящие. Карты, лучшие карты. Интересуешься картами золота? Самой точной ручной работы. Прекрасные чернила. Рисовали солнечные всадники. Почём у вас карты? Да по-разному золота. Вот карта приграничных гор, шесть аренов. Совсем недавно нарисовал солнечный всадник. Карты, покупайте карты. А у вас есть карты города? Нет, таких нету. На них монополия у гильдии туризма. Хм, похоже, ты не здешняя, раз сама этого не знаешь. Зато у меня полно карт северных земель от города Тирен до залива огня. Карты! Скажите, а где находится гильдия туризма? В празднике золотца они закрываются, чтобы ноги им служили только для ревматизма. Что ж, логично. Можно задать вам пару вопросов? Да. Сначала вопросы. Вы знаете Вестрома Тобиаса? Все знают Вестрома Тобиаса. Сколько я помню, он всегда был очень важным человеком в этом городе. Понятно. А что вы о нем думаете? Вестром очень достойный человек, но уж больно консервативный. Сомневаюсь, что ему до сих пор есть дело до людей. Иногда он слишком печется о традициях. Часовые это вроде как наши защитники и хранители баланса. Но теперь авангард продвигает тут свою философию и образ мыслей. Боюсь, часовые скоро поймут, что у них уже нет прежней власти. Не хотят меняться. Вот и пойдут ко дну. Помяни мое слово. А благородный Тобиас, конечно же, пойдет на дно вместе со своим кораблем. Я поняла. Скажите, почтенный, а как вы уживаетесь с вашим соседом? С наперточником. От него лучше держаться подальше. Он обдирает честных людей как липку. Без магии у него не выиграть. А магию он запрещает использовать. А как же он узнает, что кто-то колдует? На свои проклятые талисманы смотрит. Соломинку нув глаз и щепку в ухо, чтоб не знал он, что прежде вынуть. Хватит дурить народ, сын вонючего крота! Скажите, что вы знаете о Старке? Ай, страна чудес, странных обычаев и механизмов. Ох уж этот Старк! Я бы ногу свою отдал. Ну нет, не настоящую ногу, конечно. В моем бизнесе нужно крепко стоять на обеих ногах, иначе окажешься... Да, отличное место. Там нет этой проклятой магии. От нее одни беды, а машины их строят и контролируют люди. Разве это не прекрасно? Может, авангард и рисковат, но в одном они правы. Старк и Аркадия должны быть вместе, а не врозь. Вы не могли бы мне рассказать, Аркадия, какая она? Ну, каким может быть целый мир? Он красивый, это точно. Но слишком уж мы цепляемся за прошлое. Мы не смотрим вперед, как люди в Старке. Магия-то, конечно, хорошо, но ничего нового она не принесет. И Аркадия очень дикая и неуправляемая. Карты тут продаются хорошо, но для производства и исследований это гиблое место. Хотя некоторые считают наш мир раем на земле. Вот часовые, они хотят сохранить все как есть. А вот я бы хотел перемен и побыстрее. Что ж, спасибо за помощь. Карты, да не нужны мне карты. Можно задать вам что ж? Карты. Мне нужен Брайан Вестхаус. Брайан Вестхаус? На моих картах его нет. Первый раз слышу. Карты. Погодите, это не место, а человек. Мистер Брайан Вестхаус. Если бы я слышал такое идиотское имя, то запомнил бы его. Покупайте карты, свежие карты. не подскажете, где проживает человек на колесах. Моя беда тебе в бока, зачем он тебе? Понимаете, у меня к нему дело. Извини, золотце, такое в гильдии правило, я не могу болтать направо-налево о своих клиентах. Карты! Карты мне не нужны, спасибо. Что ж, ваша воля, мисс, но если потеряетесь в Ривервуде, не ждите, что я прибегу вас спасать. Без моих карт вы можете попасть к кротам на обед, или того похуже. Мы с ним еще поговорим. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр, с вами был миссионер Джейн, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на Ютуб, ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, друзья!